Здравствуйте! В центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. В городе Благовещенске скоро пройдет конкурс хореографического искусства «Область танца». Гости уже начинают съезжаться, и сегодня есть возможность получить актуальную информацию от организаторов. На студии находится директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова. Здравствуйте! Оля, я знаю, что гостей будет очень много. Это действительно цифры поразительные, но я знаю, что вы уже пришли с более актуальной информацией, потому что мы, помнится, в эфире нашей студии объявляли еще, что в принципе заявки можно присылать. Вот сколько после этого еще откликнулось? Да, на сегодняшний день, конечно, уже все заявки приняты, обработаны, и мы реально понимаем картину. На сегодняшний день заявок от 35 коллективов со всей Амурской области и общее количество участников, в которых будут у нас соревноваться, 892 человек. Ну это просто огромные цифры. Действительно, было 15 коллективов и вдвое меньше людей, а уже столько. Даже не верится, что у нас столько танцоров. Нет, действительно, их очень много. И актуальность, да, и особенность в любом случае хореографического конкурса, потому что это все-таки конкурс не солистов, а хореографических коллективов, поэтому коллективы хотят себя показать в максимально лучшем свете, поэтому везут большие составы, везут и взрослых детей, и чуть младшие составы. Поэтому нам очень радостно, что вот такой большой командой мы будем проводить этот фестиваль-конкурс. Ну действительно, фестиваль проводится впервые в область танца, и тут не нужно далеко ехать, я так понимаю, коллективом. Это же такое счастье, что не надо тратиться на дорогие билеты. Поэтому, наверное, вот такой ажиотаж, да? Да, Жень, бывает, наверное, иногда какие-то положительные эмоции от кризиса. Наверное, в большей степени это сыграло... Почему к нам приезжает такое большое количество людей в город Благовещенск? Все-таки сыграл тот факт, что не все коллективы с области, к сожалению, в последнее время могут выехать куда-то за пределы Амурской области и презентовать себя там. Но у нас область танцующая, коллективов очень много, и мы очень уже давно, порядка четырех лет, не собирались в такой большой команды, чтобы посмотреть, кто на каком этапе сейчас развитие находится. И вот благодаря тому, что вот сейчас получилось, он проходит этот конкурс, мы друг на друга посмотрим, еще раз взглянем, оценим, и дадим друг другу оценку, очень актуальную на этот момент. Давайте еще раз повторим для тех зрителей, которые, возможно, видели наши предыдущие эфиры, как будет проходить конкурс, как он будет строиться и какие числа, и куда можно будет прийти посмотреть. Конкурс «Хореографическое искусство. Область танца» будет проводиться в городе Благовещенске три дня. 26 и 27 апреля будут конкурсные просмотры. Конкурсные просмотры будут проходить в Амурском областном доме народного творчества. Конкурсные просмотры начинаются с 14.00 и далее по времени, распределены по коллективу, мы прогнозируем время просмотров до 20.00. В принципе, вот на все эти просмотры, которые я обозначила, 26, 27, с 2 до 8, каждый житель города Благовещенска может попасть и посмотреть. Мне кажется, это будет интересная история, можете зайти, увидеть коллективы, понять, кто что и к нам приехал. Как будет построено 26 числа? Мы в большей степени осматриваем городские коллективы, то есть города Благовещенска, потому что заявлено их 12, и какая-то часть будет из областных коллективов, точно знаю, что предгород был Белогорск и Новоборейский, например, в этот день будет. 27-го мы отдаем полностью сцену для областных коллективов, это все коллективы, которые приезжают нам из очень далека. Мы гордимся, что у нас в этом году приезжают коллективы, даже добираются из Семжинского района, поселка Кимчан, приезжают коллективы из Зейского района, из самого города Зей, из Магдагай. Магдагай, но очень много коллективов, поэтому вот именно 27-го будут областные коллективы. А 28-го апреля я всех жителей города Благовещенска обязательно приглашаю на гала-концерт, который состоится в Амурской басной филармонии. Начало концерта 18.00. Здесь уже можно будет пройти по билетам. Стоимость билета абсолютно адекватна, до 300 рублей. Будут для наших зрителей отданы лучшие места в самая серединка. Их осталось не так много, потому что, когда мы подвели все итоги, и реально поняли, какое количество коллективов к нам приезжает с области, какое количество коллективов у нас приезжает не просто приехать и уехать, а они живут здесь 3-4 дня и посещают мастер-класс, напитываются эмоциями. Мы понимаем, что большая часть зала будет отдана для участников, но все же у вас есть еще возможность попасть и посмотреть те лучшие коллективы, которые будут заявлены в гала-концерте. Ну, действительно, на гала-концерт попадает лучший из лучших, а вот во время отбора есть действительно возможность показать спектр какой-то своего творчества абсолютно любому коллективу. Я так понимаю, что и время им выделяется, ну, мне кажется, по меркам конкурса очень-очень приличное. Да, это действительно так. Объясню, почему мы решили в этом году сделать конкурс немножко, может быть, нестандартной форме последних лет, но это не конкурс, допустим, чисто народной хореографии или чисто современной хореографии, и там нет номинаций, допустим, от 5 до 7 лет, 10 и так далее. Если ни возраст не важен, ни ваше направление в коллектив не важно, вы презентуете коллектив. Отдается 15 минут, и вот на эти 15 минут коллектив может рассказать и показать то, чему он добился, и то, в каком направлении он работает. То есть это некие визитные карточки коллективов, которые будут презентоваться на сцене. И вот как раз эти визитные карточки будут оцениваться членами жюри. То есть действительно, это даже не по пури из номеров, тут в принципе можно полноценные номера показать в рамках этого и показать, чего вообще достиг коллектив, да? Да, мы сейчас смотрим заявки, которые поданы, абсолютно разные подходы. То есть есть, когда просто делают, допустим, три концертных номера конкретно. Есть даже некие театрализованные программы, то есть мы понимаем, что какое-то как-то по смыслу они будут связаны, как-то будут перетекать из одного номера в другой. То есть каждый коллектив, как считает нужным и как считает себя достойно предстать, таким образом он себя будет представлять. Мы не ограничим никоим образом. Я даже не представляю, какая непростая задача перед жюри будет стоять, но жюри более чем компетентные, я уверена, что они справятся. Это действительно так. И самая принципиальная наша позиция, когда мы только придумывали этот конкурс, была, может быть, впервые за всю историю хореографического конкурса, конкурсов, который проводился, собрать жюри, которые не работают в городе Благовещенске. Целиком? Это все члены жюри, которые не живут в городе Благовещенске. Соответственно, эти коллективы для них будут как чистый лист, они будут первый раз смотреть. И однозначно тот момент предвзятости или каких-то ощущений, сравнительных оценок, его не будет присутствовать. Потому что для этих членов жюри это будет впервые, первое знакомство с нашими коллективами. Поэтому члены жюри у нас, председателем жюри является Анна Калагина, это начальник отдела народного творчества и хореографического искусства, федерального государственного дома народного творчества. Есть еще представитель из города Хабаровска, председатель Дальней Восточной Ассоциации хореографических коллективов и город Владивосток представлен. Очень компетентные жюри, они точно так же волнуются от встречи с нашими конкурсантами, но мне кажется, конкурсанты градус эмоций будет зашкалить. Но мне кажется, очень важно, когда оценка будет произведена со стороны. Ну действительно, мало того, что выставят по факту оценки, так еще, я так понимаю, будет возможность получить вот такое устное какое-то объяснение, что именно можно поправить для того, чтобы улучшить работу в коллективе, правильно? Это очень важно, когда на конкурсе у нас заявлены творческие лаборатории, то есть уже на следующий день после конкурсных просмотров, еще до объявления результатов, которые озвучены будут на галоконцерте, все художественные руководители, все педагоги коллективов могут пообщаться напрямую с председателем жюри, соответственно, с членами жюри, потому что будут организованы уже в Амурской областной филармонии творческие лаборатории. Там будут даны оценки, будут даны разборы каких-то моментов, что получилось, что не получилось. Это очень важно, потому что критика должна быть, потому что люди должны понимать, почему сегодня этот коллектив вошел в галоконцерт, и почему он претендует на какое-то из мест, или на какое-то из спецпризов, а этот коллектив еще пока нет. Это очень важно, и для нас это тоже был момент. Мы обязательно нашли это время в программе, чтобы посвятить этому достаточное количество времени. Ну, я знаю, что на сцене галоконцерта, во время галоконцерта будут еще представители международного класса, я бы так сказала, танцоров, да? То есть не только окажутся танцоры, которые приехали со всей Мурской области, правильно? Правильно, потому что как только мы объявили область танца, что очень интересно и необычно для нас на тот момент было, что за нашими коллективами и за нашими конкурсами, которые проходятся в Мурской области, очень следят пристально наши друзья из Китайской Народной Республики, из провидции Холодзян. И узнав о том, что у нас будет проводиться конкурс хореографического искусства, нам поступили две заявки на сегодняшний день, да, потому что просто конкурсные именно заявки, то есть ребята из Хэй-Хэй и близлежащих городов захотели быть оценены именно русскими членами жюри, чтобы им дали оценку, поэтому они будут являться полноценными участниками этого фестиваля, конкурса. Они приезжают к нам, их точно так же члены жюри отсматривают, и возможно они появятся в галоконцерте. Но я думаю, что в любом случае, при каком бы месте, ну даже скажем так, я думаю, что на место, наверное, они не будут претендовать скорее на спецприз, даже если они будут претендовать или не будут, я думаю, они в любом случае в галоконцерте появятся, как гости конкурса, и вы их тоже сможете увидеть. Ну я не сомневаюсь, международная делегация, наверняка там подготовка тоже соответствующая. Оль, спасибо большое, что вы пришли к нам в студию, рассказали вам удачной организации, пусть действительно все пройдет на хорошем уровне, а самое главное, что мы потом увидим рост наших профессиональных уже танцевальных коллективов. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня мы общались с Ольгой Смирновой, руководителем, директором Амурской областной филармонии, вы смотрели программу «В центре внимания», до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова